ДИЕГО КОМИКОНИ Всем привет! С вами я, Билли Викс. И сегодня я хочу рассказать вам о комиконовской кукле Эва Афтехай Рейвен Куин. Впервые в 2014 году бренд Эва Афтехай принял участие в масштабном международном фестивале Сан-Диего Комикон Интернешнл. Эксклюзивом для этого мероприятия стала Сирис Вульф. Она дочь Большого и Серого Волка. Монстряшным эксклюзивом стали Мэнни Таур и Айрис Клопс. А в этом году на Комиконе Маттел представил эксклюзивную куколку Рейвен Куин и сет Киерана Валентина и Джинни Висп Грант. Для тех, кто не знает, Сан-Диего Комикон Интернешнл, также известен как Комикон, это международный ежегодный фестиваль, проходящий в Америке в городе Сан-Диего с 1970 года. Фестиваль проходит летом в течение четырех дней с четверга по воскресенье. В среду вечером происходит предварительный показ для специалистов, участников выставки и некоторых посетителей, которые заплатили за все четыре дня. На Комиконе каждый год участвует как Монстр Хай, так и Эва Афте Хай. И каждый год Маттел выпускает по кукле, и она становится эксклюзивом этой грандиозной выставки. Впервые Маттел представил базовую черно-белую Френки, на втором Комиконе Гулю и Дед Фаст, на третьем Скарус Худу Вудут, на четвертом Вебареллу, на пятом Мэнни Таура Сайрис Клопс и Сирис Вульф, и, наконец, на шестом Комиконе Кейрана Валентина с Джинни Висп Грант и Рэйвен Куин. Рэйвен Куин очень похожа на комиконовскую Сирис Вульф 2014 года, которая переметнулась от роли дочери Красной Шапочки к роли дочери Большого и Злого Волка. Однако данная Рэйвен не стала дочерью Доброго Короля, а изменила свое решение насчет своей судьбы. Она приняла ее и следует ей, поэтому ее образ мрачный, и в руке у Рэйвен красное отравленное яблоко, приготовленное для дочери Белоснежки Эппл Вайт. И на этом Комиконе Рэйвен Куин предстает перед нами в облике злой королевы. Рэйвен Куин никогда не мечтала быть злой королевой, но она никогда не могла понять, почему ее мать так хочет уничтожить все сказки. Приняв судьбу матери, Рэйвен сможет найти ответы на свои вопросы и получить сильнейшую магию. Но какие ответы лежат внутри волшебного зеркала, знает лишь зеркало. А теперь пришло время рассмотреть коробку и куколку. У всех комиконовских кукол по две коробочки. Первая коробка представляет из себя ворота с фиолетовым замочком Эва в Техай посередине. Теперь откроем снизу клапан и достанем и посмотрим внутреннюю коробочку. И вот она! Вторая коробочка просто шикарная и в необычной форме. Коробка выглядит не как квадратная коробочка или книжка, как было у Cirrus Wolf. Она стильно выполнена в виде огромного зеркала с пластиковым узором. Пока мы куклы не видим, потому что она спрятана за этой крышкой зеркала. Здесь изображена Рэйвен Квин во всей красе. Но только не как злая королева, а как милая принцесска. А главное, как Рэйвен из плесеты Way to Wonderland. Скорее всего, мы встретим Рэйвен в новом специальном эпизоде Путь в Страну Чудес. И, наверное, в этом эпизоде ей удастся вернуться к своей обычной судьбе отступницы. На арте у Рэйвен очень яркие глазки, крутые реснички, волшебные короны с сердечком и шипами. Рядом с ней летают четыре сказочных карты. Туз, Король, Дама и Валет Червей. Ниже арта Рэйвен нам напоминают, как зовут нашего персонажа Рэйвен Квин. С обратной стороны этой красивой картонки есть письмо мамы Рэйвен Кней, потому что внизу написано «Твоя мама, злая королева». Убрав эту часть, мы видим саму куколку. Коробочка сделана в виде зеркала. Внизу коробки есть надпись «Daughter of the Evil Queen», что переводится как «Дочь слой королевы». Но посмотрите, как интересно зачеркнуто слово «Dotter» – «Дочь» и оставлена лишь злая королева. Это прекрасное зеркало обрамляет милая рамка с завитушками, бриллиантами, жемчугом и маленькой короной наверху. На задней стороне мы видим арт Рэйвен в полный рост, и яблочко здесь летает. А по бокам расположена история по строчкам. И сейчас я вам прочитаю на русском, что же здесь написано. Однажды мама Рэйвен Куин, злая королева из Белоснежки и Семи Гномов, осмелилась выйти за ее историю. Она вторгалась из сказки в сказку, намереваясь управлять всеми и держать всех под каблуком. В конечном итоге она была разгромлена и заточена внутри волшебного зеркала, которым она так дорожила. Но обычно у каждой истории есть две стороны. Несмотря на все вышесказанное, Рэйвен со своим мягким характером и добрым сердцем не захотела пойти по стопам матери. Она всегда мечтала рассказать всю правду. И даже если Рэйвен согласится принять свою судьбу, возможно она найдет ответы на вопросы, которые ищет на другой стороне зеркала. Многие говорят, что это мама Рэйвен, но это не так. Здесь даже написано имя «Daughter of the Evil Queen», то есть «Дочь злой королевы». И маму по-любому не могут так же назвать Рэйвен Куин. Вот такая история. Смотрим дальше. Внизу написано, кто создавал эти кукол. Дизайнеры, писатели и так далее. А теперь давайте перейдем к распаковке Рэйвен Куин. Как мы видим, Рэйвен вышла довольно мрачной, несмотря на привычную нам сказочность и чудесность персонажей. Красное отравленное яблоко для Эппл выглядит не так мило, как тот же черепок в Монстер Хай, сделанный с небольшим добавлением мультяшности. Оно действительно похоже на настоящий человеческий череп с бантиком сверху. И, кстати, яблочко зеркальное, и мы можем видеть наше отражение в нем. Рэйвен грозная и чудовищно прекрасная. Волосы Рэйвен заплетены в две косички и выбраны под серебряное большое украшение с перьями и шипами, а главное белым черепком птицы на передней части, под которой располагается камушек. В волосы добавлен люрекс, то есть блестящие прятки. Одета на Рэйвен длинное облегающее платье черного цвета с принтом завитушек. Кстати, хочу заметить, что у этой комиконской Рэйвен Квин не только нарисованные ресницы, но еще и приклеены объемные. Это очень круто, красиво и необычно смотрится. Тени у Рэйвен очень яркие и бирюзовые, и они покрывают все века до брови. На шее не менее грозное украшение с перьями, цепями и еще одним черепком птицы. Сзади же просто веер из различных перьев фиолетового и черного цветов, идеально дополняющий ее образ. Черное платье Рэйвен сделано по типу русалка, выделяя ее фигуру. На платье есть принт завитушек, но он почти не заметен, потому что он такого же черного цвета, как и платье. С рук не спадает накидка из прозрачной черной ткани, покрытая принтом из перьев ворона. Кисть и локтевой сустав окрашены в черный цвет, под перчатку. На правой руке у Рэйвен одето серебряное кольцо в виде цепей на два пальца. А в правой руке Рэйвен держит красное наливное яблочко. Что интересно, что у комиконовской Рэйвен такие же туфельки, как и у базовой Рэйвен. Только у базовой цепочки окрашены в серебряный, а у комиконовской Рэйвен туфельки полностью черного цвета. Кстати, если сравнить комиконовскую и базовую Рэйвен, то комиконовская будет чуточку выше, благодаря ее удлиненному телу. Образ комиконовской Рэйвен довольно напоминает серию Legacy Day, потому что у них такие же длинные платья и королевские образы. После того, как мы рассмотрели нашу милую и злую королеву Рэйвен Квин, могу сказать, что она достойная представительница Эва в Техай на Сан-Диего Комикон Интернешнл 2015. Она очень классная и всем-всем советую ее. Я читаю все ваши комментарии и мне было бы очень интересно узнать, как вам куколка и может кто-нибудь уже стал счастливым обладателем этой красавицы. А с вами была я, Алиса. Делитесь этим видео, подписывайтесь на канал Белевикс, следите за конкурсами и розыгрышами на канале, ставьте ваши лайки, следите за новостями ВКонтакте и Инстаграм, ссылка в описании. До сказочных встреч, ребята! Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok